Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Абливиан, и мы находимся у финишной черты сюжетной линейки квестов за рыцарей девяти, то есть официального дополнения, потому что вот в этом подземелье где-то здесь находится Умарил, с которым мы и будем сражаться, и сражаться мы с ним сможем только в этой броне, потому что про него там слагают легенды, что он одним ударом валит даже самого могучего воина, если он не одет вот в эти вот доспехи. Поэтому, несмотря на мою нелюбовь к ним, как я уже неоднократно говорил, в них я выгляжу, допустим, вот в этой каске, как реально с ведром на голове, что при моем стиле прохождения все-таки не очень умно, потому что у меня персонаж очень такой рьяный стелсер. Ну, не знаю. Сами по себе они довольно крутые, как бы там ни было. Давайте двигаться. Просто Майк руч. Воу-воу-воу, парни, куда вы побежали? Берегитесь! Аброрианцы Умарил атакуют! И сразу хапнул. Нормально. Парень, полегче, что ж вы делаете? Да сидели бы там, я сам разобрался потихоньку. Да что ж такое? Да хватит так непредсказуемо двигаться. Что такое? Усталось? Давай, добивай его. Добивай его, Сеня, вали на бок. Ну, может, испугает кого я, чисто так. Я думаю, заломает. Ой. Своего чуть не убил. Отлично. Ой, короче, ребята, я сейчас постараюсь... Стойте, стойте, парни, подождите. Не уходите далеко. Постараюсь сказать им, чтобы они держались подальше от этого места. Так, мои стрелы. В принципе, больше пока подбирать ничего не буду, потому что я очень ограничен в месте. Тем более, вот такие вот не особо хорошие топоры, потому что продам я их. Что за кнопка? Как думаете? Давайте нажмем. Извечная проблема. Нажимать незнакомые кнопки. Так, там, походу, что-то открылось. Так, парень, а ты куда подевался? Ты же только что был тут. Ну, видимо, судьба у него такая. Там уже опять кто-то воюет. Кто с кем? Что вы делаете вообще? Я не знаю, это реально пушечное мясо какое-то забежало. Я толкнул им речь про то, что они все умрут, но, блин... Не так же дословно. Просто перить на рожок. Какие-нибудь, не знаю, на амбразуру. Блин, что я подобрал-то? Ладно, я предлагаю просто смириться с непоправимыми потерями, которые определенно тут будут. Никуда от них, походу, не деться. Парни... Вы где? Это наш, не наш? Вон они лежат уже, прикиньте. Ну, пипец. Вот это вот дурье просто. Да куда ты бежишь, господи? Ты же убьешься сейчас, как идти. Неисправимо. Так, стрелы кончились. Расскажи мне про ближний бой, петушок. Воу, сколько у вас тут? Ого! Так, ну что я могу сказать? Это, по-моему, серьезные проблемы на горизонте. Все, заломали. И пошли за мной, да? О, ребята, ребята, может... Не стоит? Постой, паровоз. Мать. Спокойно. Давай, где твоя подружка? Давай еще, давай. Посмотрим, кто кого. Не вы первые! Живыми не возьмете. Только я им живым, по-моему, и не нужен. Ну, давай. Не. Какой замах и ноль результата. Живой еще! Живой, братюня! Ой, молодец какой. Фу! Насилобились. Ну, как ты? Нормально, Тедрит. Ого! Вот это было дело. Так, моя стрела. Четыре сразу вошло. В этом вообще-то посмотри просто. Так, золотой амулет. Блин. Жалко, что я не заполненный. Хорошо, вы знаете, мне кажется, сюда мне нужно идти по сюжету. То есть, там мы найдем то, что нам нужно. Это мы, к сожалению, не можем взять, потому что будет перегруз. А очень и очень хочется. Ну, что поделаешь. Кстати говоря, где-то у меня камни душ-то. Зарядим свой. Или лук сначала. А хотя, блин. Что это? Здесь же все делается отсюда. Не оружие выбираешь. На ритуал дракона, на ритуал дракона, на ритуал, на ритуал. А меч, в принципе, и так неплохо справляется со своей задачей. Так, хорошо. Сильное зелье лечения. Нормалек. Теперь, давайте сходим сюда, посмотрим. Мне кажется, что там что-то необязательное, но вполне себе хорошее, скорее всего. Спустя долгие, утомительные часы тренировочных прыжков и контролируемых падений, вы стали специалистом в области акробатики. Мы приобрели способность уклоняться от удара, блокируя в прыжке, вы сделаете кувырок и, возможно, избежите удара у рога. Хм. Оу. Не сказал бы, блокируя в прыжке кувырок. Не скажет, что заметил. Ну, ладно, посмотрим. Между серией посмотрю, возможно, я просто чего-то, как я обычно, догнал. Так, хорошо, теперь лук, я думаю, посильнее будет бить. Так, здесь мы имеем... Ох-ох-ох, опять. Правосудие Джулианос, он направляет мой меч. Спокойно. Я думаю, все-таки сэр наш оббегает сейчас. Что-то как-то я слишком открыто стою, нет? Ты посмотри на эту сволочь. Готов? Ну, давай. Руби его, руби. Руби его. Все, заломал, наконец. Ну, в принципе, что, пойдет. Так, простая стрела. Что-то их тут реально толпа просто. Как страшно жить. Так, золотое колечко. Уже хорошо. Ненадолго у меня заряда хватило, да? Быстро сжирает. Так, стрела. Сердец, я думаю, мне хватит уже. Так. Это, по-моему, как-то похуже. Не знаю. Не настолько мне нравится. Тайп, идет. Так, хорошо. Что еще у нас тут может быть? Все-таки пока что, мне кажется, что это место не настолько важно, как предыдущее. Так, лечение отравления, волшебство. Парень, хватит ходить за мной. Из-за тебя у нас тоже проблем много довольно-таки. Язык дракона. Может, он какой-нибудь редкий. Что-то мне кажется так, что пока я доберусь до этого уморила, я уже сам весь уморенный буду. А мне еще, напомню, придется драться не только с его физической формой, но потом надо будет попасть как-то в мир духов и там уничтожить его вообще под корень просто. Страшно предположить. А походу, мне сюда и надо было. Да, определенно. Золотишко. Хорошо. Только трупам оно не сильно нужно. Лучше бы дали что-нибудь полезное. Зачем я это сделал? Тедрит. Нет, Тедрит. Уморил прячется где-то в глубине. Похоже, он боится встретиться с нами. Трус. Ты не отступишься, да? Ну ладно, че ж поделаешь. В одиночку просто я бы прошел реально, они меня даже не заметили бы. Че это? Ух ты. Так, надо искать какую-то кнопочку. Ты бы постоял здесь, не мешал себе. Окей. Побежал, смотри. Смех сквозь слезы. Да какие рыцари, не осталось никого. Ты посмотри на их количество. Ах, я упал. Нормально. Нашего убили. Ну давай, давай. Смотри, живы еще. Да он встает. Отойди. Я в него попал. Ну что ж ты лезешь-то постоянно. На, получи, гад. Получите все. На всех хватит. Давай, давай. На. Вошло. Вошло. Ух, прям зерграж какой-то. Покажи мне, что ты можешь. Ваши ставки, господа. Куда ты встаешь-то? Я не совсем понял. Вы что, бессмертные, что ли? Знаете что? По-моему, вот эта вот сфера их как-то оживляет, что ли? Я не пойму. И это не очень хорошо, потому что они продолжают вставать. По крайней мере, вот эти вот трое. Хрен попадете. Мне нужно попасть туда наверх. По-любому. А вы попробуйте угнаться за мной. Здрасте. До свидания. Сейчас я ее сниму, а потом покажу вам козьи рожи. Это местный сегельский камень? Офигеть. Ничего себе. Это реально круто. Фух. Я... Есть ощущение, что я уже где-то в другом месте. То есть, может, я попал в измерение призраков. Ладно. Не важно. Ну, хорошо, пойдем. Это было довольно круто, по-моему. Горкас, молотар, крак, абаран. Кошмар какой. Ну, по крайней мере, теперь никто не лезет на меня. Ну, то есть, из своих. Я про это. Не наступает мне на пятки. Не бегает передо мной. Не делает так, что меня... Оно бежит сюда. Что бы это ни было. Но это, по-моему, что-то... Что-то жутенькое. Пойдем познакомимся. Что-то, вы знаете, реально как-то жидковато оттуда идти. Сумели... Нагнать атмосферу. Эх, твою мать. Ну, ладно, пойдем. Они по-прежнему будут оживать или сейчас не будут? Давай, своих шараш. Че, как-то в упор. Не. Не. Все. И стрелы кончились. Так никаких стрел не напасешься. Че у меня там еще есть? Серебряные. Ладно, давайте мы, я думаю, оружием ближнего боя все-таки будем. Потому что так мы реально сейчас обанкротимся. Во, вот это неплохо. Так, хорошо. Давайте подзарядим свой мечик. Да уже не надо. По полной все. Че-то, судя по звукам, здесь реально что-то нехорошее. Прям такое. Прямо призванные перчатки. Ну, кажется, подходим. Вон он, да? Это ты, что ли, уморил? Какой большой дяденька. О-хо-хо. Тихо. В самый темный угол забиваемся. Он ходит, рыщет. У него такой. Ну, короче, первый удар будет за нами. А дальше уже посмотрим. Ман-ка-на-ми-та, аббасел уморилей. Ман-ка-на-ми-та, аббасел. Че сказал? До свидания. Мне удалось разрушить физическую форму уморила. Если пророк не ошибся, теперь нужно использовать благословение Талоса. И последовать за духом уморила туда, где он может быть уничтожен. Это было как-то слишком просто. Не знаю. По-моему, круто. Продолжаем. Игра периодически продолжает падать. И когда я спрашивал в одной из предыдущих серий, почему это может быть, мне написали. Это Oblivion. Он падает, потому что он Oblivion. Тут нечем удивляться. Игра на момент выхода была просто с рекордным каким-то количеством багов. Как, в принципе, любая игра серии Elder Scrolls, кроме Скорима. Вторая часть Daggerfall. Забили багов. Ее даже в свое время прозвали Buggerfall. Так что удивляться особо нечему. Остается только радоваться, что у них руки со временем выпрямляются. Но временами имеем то, что имеем. Так, хорошо. И меня это как-то все сбило. И сейчас что мне надо делать? Сейчас мне нужно, похоже, отсюда подойти, да? Ну как? Просто посидеть. Не важно вообще от того, что мне нужно делать. Просто посидеть на таком троне, по-моему, само по себе. Очень понтово. Так, хорошо. Посмотрим, что это такое. Камешки. Вроде. И теперь... Какого черта? Давайте-ка мы почитаем. Так, мне удалось разрушить физическую. Теперь нужно использовать Благословение Талоса и последовать понятно. Благословение Талоса. Где оно у нас? Ну пойдем. Блит, прикольно. Это я теперь попадаю в мир духов. Будем полно. Ты чего-то не понял, по-моему. Но у тебя как-то особо хорошо действует вот эта ошибающая возможность моих стрел. Ой-да, хватит разоряться ты уже. Делись, Леша, ты как этот. Куда пошел? Ну, прости, но было весело. Умарил уничтожен безвозвратно. Моя святая миссия завершена. Хрестоносец, поднимись, встань и узри свет. Вдохни вновь и получи свою награду. Твоя божественная миссия завершена. Орден восстановлен. Враг девяти побежден. Орден должен служить мечом и щитом девяти в грядущие темные времена. Мы должны благодарить тебя. Тебе сопутствовал успех там, где мы потерпели неудачу. Ты и твои рыцари достигли цели. Наконец, наша мука окончена. Мы идем к девяти, дабы служить им в их обители в жизни, что придет за этой. Ты можешь вас звать к нашим душам, когда будет нужно. Просто помолись на наших могилах, и каждый из нас даст тебе благословение девяти. Пусть твой меч верно служит девяти крестоносец. Прощай. Фарвел. Это было круто. А ты остался? Благодаря тебе моя душа освобождена от зла, пленившего меня. А, это сэр Беррик. Я твой вечный должник. То, что казалось таким важным при жизни. Что в нем теперь? Сколько весит оно по сравнению с самой душой моей? Расскажи мне про меч крестоносца. Я вверг меч в пучину зла вместе с собой. Благодаря тебе мы освобождены. Боги улыбаются таким деянием, благородный рыцарь. Про рыцарей. Интересно будет послушать твою точку зрения. Рыцари девяти снова вместе. И подумать нельзя было, что это возможно. Мы все в большом долгу перед тобой. Круто. Я стал одержим злом с того дня, как убил сэра Кая на ступенях Приората. Я подначивал его, зная его нрав, а затем убил, когда он бросился на меня. Я убил его без жалости святым мечом. Я мог разружить его или ранить. Но хладная гордыня завладела мною, и я убил его. Затем отправился на войну и не возвращался. Зло постепенно овладевало мною, пока я не стал жестоким правителем, грозой земель. А после смерти зло захватило меня даже крепче, чем при жизни. Благодаря тебе все в прошлом. Сэр Кай и я отправимся в Этериус вместе, как и раньше. Воистину, боги милостивы. Ну, прощай. Да будет верным твой меч. Окей, наконец я могу снять эти доспехи. Ну что, таким образом, похоже, и завершается данное дополнение, которое, на мой взгляд, было довольно интересным. Так, хорошо. Ничего нового, насколько я заметил, не появилось. Тут что? Пусть будет вот так. Я надеюсь, никто не будет против, если я так пойду домой. Красиво? Круто. Так, ладно, теперь надеваем кольцо теней, чтобы никто не видел, что я тут галышом шлымдаю. И направляемся домой. И это было эпично. Лорд Крестоносец! Как это могло случиться? Лорд Крестоносец жив! Это чудо! Я услышал голоса в крипте и решил посмотреть, что тут происходит. Мы потеряли тебя в горла, Смолотаре. После сражения мы обыскали руины и нашли тебя рядом с трупом Уморила. На тебе не было ни царапины, но и жизни в тебе не было ни капли. Я видел это собственными глазами. Дыхания не было. Мы похоронили тебя в крипте. Мы сохранили в тайне твою смерть. Мы боялись, что враги узнают о твоей кончине. Даже смерть не остановит Крестоносца. Я вижу это. Я... Извини меня. Через минуту я соберусь с мыслями. Мы нашли тело Уморила рядом с твоим, но все выглядело так, будто тебя не миновала судьба пеленала Вайтстрейка. Мы не знали... Скажи, Уморил, что произошло? Удалось ли тебе последовать за ним в мир духов, как предсказывал пророк? Да, он уничтожен, но и безвозвратно. Мы никогда не сомневались в тебе, Крестоносец. Мне нужно рассказать другим, что наш командир жив. Беги. Ты так побежал, что аж головой люстру сшиб. Ну, видимо, мы там все отбили в этой крипте, да? Хорошо по нему стучали. Я слышал о тебе. Ты тот самый святой крестоносец, о котором все говорят. Сергиус, Япона-мать, ты находишься в нашем ордене. И как ты мог не слышать-то обо мне? Если я не могу что-то починить... Ну, что? Все, уходим. Там наверху опять балаган еще не дождь. Пока. Даже страшно выходить. Да нет, вроде довольно тихо. Так, лады, направляемся в свой дом в Энвере. Потому что голышом ходить как-то не алью. Слушайте меня, рыцари девяти. Сегодня мы были свидетелями неопровержимого доказательства силы и могущества богов, которым служим. Погибнув в битве с ужасным Умарилом, милостью девяти крестоносец живет вновь. Как такое может произойти, вы спрашиваете? Что с нашим врагом? Что осталось с Умарилом неоперенным? Умарил был повержен крестоносцем. Его дух изгнан в пустоту и уничтожен навечно. Он уже никогда не возродится. Возблагодарим девятерых. Их властью мир навеки освобожден от Умарила. Слава лорду крестоносцу! У зрителей! Иисусе и склоносец восстал! Круто? Все, таки. Окей, пойдем поедим. Здравствуй, сэр, рыцарь. Здрасте. До свидания. Так, ну что, давайте в Энвил. Все. Здесь нас любят, но здесь нам больше делать особо и нечего. Так, потихоньку, помаленьку. Пробираемся домой. Ой, в принципе, на этом будем заканчивать на сегодня. Сейчас только одежку свою возьмем. Так, пока никто не видит. И завтра... Ой, завтра, говорю, в следующей серии. То есть мы пойдем в часовню и посмотрим, что же там такого. Почему мне неоднократно уже писали туда направляться. Вообще, я думаю, пришла пора маленько двинуться по квестам основного сюжета. Как думаете? То есть завершить с основным сюжетом и с Мирунусом. Это, я думаю, будет вполне себе интересно и неплохо. Так. Ну, как-то так. Так, хорошо. Это мои тапки. Бутсов стил. Ну, и в принципе, все. Неплохо так, надо сказать, сегодня. Прошвырнулись по крипте. Устроили довольно зрелищные бои с толпами врагов. И, надо сказать, вот эти вот слуги, они нападали большим количеством. И поэтому сражаться с ним реально было сложнее, чем с ним самим. Потому что его мы убили довольно легко. Но, в принципе, все равно было интересно. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok